Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему лизинга. Данная тема может быть интересна, например, судебным представителям, кто занимается арбитражными процессами, кто просто интересуется гражданским правом. Также эта тема может быть интересна магистрантам, аспирантам, которые обучаются на цивилистических направлениях. И, наконец, просто людям, которые интересуются юриспруденцией, которые хотели бы понять, что же такое лизинг, чтобы лучше понимать, какие типа соглашения вы подписываете и чем вообще лизинг отличается от арендных обязательств. Важно понимать, что в России лизинг стал развиваться только в 90-х годах. А до этого лизинг использовался лишь в контексте Второй мировой войны касательно соглашений о ленд-лизинг. То есть материально-технической помощи, которую оказывали Советскому Союзу от Великобритании и Соединенных Штатов. Лизинг – это во многом основа бизнеса, поэтому данный аспект важен не только с точки зрения каких-то особых правовых отношений, но и с точки зрения экономики. Во многом лизинг – это детище капитализма, я бы сказал развитого капитализма с точки зрения уже науки. Ну то есть технологии лизинга стали применяться уже гораздо позже, чем, например, технологии аренды. В России к основным нормам, регулирующим институт лизинга, относятся Федеральный закон о финансовой аренде, лизинги, нормы Гражданского кодекса, а также Оттавская конвенция Уни-Друа. Ссылки на данную конвенцию вполне, к примеру, можно использовать в рамках судебных процессов. Договор лизинга – это соглашение, в соответствии с которым получателем материальных благ является арендатор и одновременно покупатель, который, в свою очередь, вступает во взаимоотношения с лизингодателем. Лизингодатель при этом передает материальные блага лизингополучателю, который одновременно является также и арендатором. Кроме того, лизингодатель в данном случае вступает также в отдельную гражданско-правовую связь с третьим лицом – поставщиком. Давайте разбираться вместе. Лизинговые правоотношения бывают односторонними и многосторонними по типу передаваемого объекта с движимым и недвижимым имуществом, по наличию в правоотношении иностранного элемента международными, а также национальными, по отношению к амортизационным отчислениям операционными, а также финансовыми, по форме проведения сделки прямые, косвенные, возвратные, а также левеншлизинговые, по объему обслуживания объекта, самые классические – это чистые, с полным и неполным набором услуг, комплексные, а также генеральные, наконец, по типу лизинговых платежей, что важно, например, для бухгалтеров, денежные и компенсационные, а также по отношению к налоговым льготам, действительные и фиктивные. Для того, чтобы понять, в чем отличается договор лизинга от других гражданскоправовых соглашений, которые имеют сходную с ним природу, являются родственными типами соглашений, необходимо перечислить его признаки. Главный признак в данном случае – это наличие третьего лица. Между арендатором и арендодателем никакого третьего лица нет, а вот в лизинге всегда имеется третье лицо. Лизинг всегда подразумевает залоговое имущество, а также обязательства по его содержанию. При этом лицо, которое принимает какое-либо имущество, в свою очередь имеет право требовать к лизингополучателю, чтобы это имущество было представлено в надлежащем качестве. То есть здесь несколько обязательств. И чем глубже мы копаем, тем больше обязательств мы на самом деле можем обнаружить. Лицо, которое передает имущество, имеет право контролировать его эксплуатацию, при этом не обладая никаким правом собственности. Правом собственности, например, может обладать банк или какое-либо другое третье лицо. У лизингополучателя при этом всегда имеется обязанность по выкупу того или иного имущества. В пункте 1 статьи 3 федерального закона номер 164 перечисляются объекты лизинга. Ими могут быть предприятия, а также доли предприятий, здания и сооружения, а также оборудование и транспортные средства, что наиболее популярно, например, при получении автомобилей в лизинге. Важно отметить с точки зрения судебных процессов, что земля не может быть непосредственно передана в лизинг, когда речь идет просто о передаче объекта, не относящемуся ни к какому другому объекту. А вот если земля как объект относится к имущественному комплексу предприятия, например, акционерное общество имеет ту или иную землю, то она может быть передана в аренду. И правовым основанием здесь является статья 1027 ГК РФ, а также пункт 2 статьи 3 федерального закона номер 164. В общем и целом субъектами договора лизинга, то есть участниками правоотношений, сторонами, которые подписывают тот или иной договор, то или иное соглашение, являются лизингополучатель, лизингодатель, а также продавец. Кстати, подписывайтесь на канал, так как у меня есть, например, видео, где я рассказываю, в чем же разница между договором и соглашением. Очень важный аспект, что с точки зрения российского законодательства лизингодателями могут выступать только коммерческие, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, физические лица и, к примеру, самозанятые, не имеют права заниматься лизинговой деятельностью. И в случае какого-то спора, договор, например, который подписал самозанятый, стопроцентно будет признан недействительным. Только если это не индивидуальный предприниматель, являющийся одновременно и самозанятым. Об этом у меня, кстати, также есть информация на канале. Специфическими субъектами лизинга также могут являться международные компании, а также компании, осложненные иностранным элементом. То есть те, в которых имеется часть капитала иностранных лиц, юридических либо физических. В этом смысле иностранные компании, занимающиеся лизинговой деятельностью на территории РФ, должны уплачивать двойную ставку НДС. Я не углублялся в вопрос иностранных компаний, но я знаю, что в Республике Беларусь лизинг является более развитым, чем в России. И лизинговые белорусские компании активно сотрудничают с российским бизнесом. Может быть, кто-то знает, напишите в комментариях, уплачивают ли белорусские компании двойную ставку НДС. Вообще, как я был удивлен, что лизинговые компании в Беларуси составляют значительную часть всего белорусского бизнеса и вообще доходов белорусского бюджета. Если обращаться к традициям и к типу различных соглашений, то в целом они не превышают 60-72 месяцев. Как правило, сроки лизингового соглашения определяет лизингодатель. С точки зрения судебной практики важно отметить, что очень часто у лизингополучателей не получается расплачиваться вовремя с лизингодателями. И у лизингодателя появляется право на изъятие имущества и, например, аннулирование платежей в зависимости от договора, то есть фактически право на присвоение себе уже выплаченных сумм, если такие просрочки составляют 5% и более. При этом иногда соглашения подразумевают 3 платежа, то есть не от общей суммы рассчитывается возможность подачи искового заявления, а от 3 месяцев просрочки. Важно понимать, что если лизингополучателем выступает государственная либо муниципальная компания, то соглашения, в соответствии с которыми у лизингодателя возникает автоматическое право изъятия имущества у лизингополучателя, могут быть признаны недействительными. Право на автоматическое изъятие путем обращения в банк с указанием на то, что лизингополучатель не выплачивает необходимые суммы, возможно применять только к коммерческим организациям. В этом смысле лизингодатель рискует, когда вступает во взаимоотношения с государственными юридическими лицами. И если вспомнить рекомендации Пленума от 27 октября 2021 года, то в таких вопросах суд должен руководствоваться здравым смыслом. Очевидно, что если достигается порог в 5% или 3 месяца просрочки, это вовсе не означает, что лизингодатель может рассчитывать на автоматическое изъятие имущества. И если такой иск будет подан практически сразу, и до этого все платежи вносились долгое время в соответствии с графиком, то это может быть признано как злоупотребление правом. При подписании лизинговых соглашений необходимо обращать внимание на следующие аспекты. Первое. Возможность передачи в сублизинг. Если возникает еще одно лицо сублизингодатель, то повышаются соответственно и риски. И здесь в зависимости от того, на чьей вы стороне, какую сторону лизингового правоотношения вы представляете, повышаются или понижаются риски, в зависимости еще от того, кем может быть сублизингодатель. Это все можно предусмотреть в договоре, потому что договор является сложным. Иногда лизинговое соглашение настолько сложное, что его уже нельзя назвать лизинговым. Оно именуется как тип соглашения, не поименованное в гражданском кодексе. Второе. Порядок обращения в суд и особенности взыскания. То, о чем я недавно упоминал. Третье. Возможность изменения стоимости объекта лизинга, а также возможные ограничения на такие изменения. Четвертое. Возможность изменения объекта лизинга, а также возможные ограничения на такие изменения. Пятое. Возможности злоупотребления правом. Для этого надо детально изучать то или иное соглашение. Естественно, в соглашении никогда не будет указано, имеет право тот или иной субъект или не имеет злоупотреблять правом. Скорее всего, в хорошем лизинговом соглашении может быть указано, если это соглашение преследует цель соблюсти права всех сторон сделки, то там могут указать признаки злоупотребления предметом договора. Это был краткий экскурс в институт лизинга в российском гражданском праве. У меня много шорцев на тему лизинга, поэтому подписывайтесь на канал, там я рассказываю уже какие-то частные моменты. Ставьте лайки, делитесь данным видео со своими друзьями, коллегами. Если вы работаете юристом, если вы учитесь на юриста, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я буду рад вступить с вами в дискуссию. Полезные ссылки в описании к каналу. Спасибо за подписку. До свидания.